Безопасное охлажденное мясо готовы поставлять в Россию казахстанские фермеры. А еще рис, овощи, бахчевые и другие продукты. Об этом уже заговорили аграрии и животноводы Астаны. С теми, кто сейчас готовит партии товаров, чтобы отправить за границу, встретился наш корреспондент. Мясо казахской белоголовой вкусное, нежное и экологически чистое. А главное, его могут поставлять на российский рынок не в замороженном, а в охлажденном виде. В этом году республика планирует продать соседям порядка 10 тысяч тонн мяса. И это, говорят животноводы, далеко не предел. И надо сказать, что в советские времена Казахстан более 200 тысяч тонн экспортировал в Российскую Федерацию. Сегодня такая задача поставлена, 60 тысяч тонн к 2016 году. Выйти на российский рынок давно мечтают и казахстанские растениеводы. Овощехранилища каждую осень буквально ломятся. Новый рынок уже давно был необходим. Взять, скажем, тот же картофель, который Казахстан производит в достаточно больших количествах. И который, скажем, по причине недостаточной обеспеченности хранилищами приходится в большем количестве именно реализовывать осенью. Фермер Геннадий Зенченко уже готовится подписать с партнерами из России контракт. В его хозяйстве и зерновые выращивают, и овощи. Объем экспорта предприниматель уже посчитал. Сегодня я могу поставить до 7 тысяч тонн картофеля, до 500 тонн лука. Лука могу поставить. Ну и муки, зерна в неограниченном количестве. А вот молочную продукцию Геннадий Зенченко продавать за границу пока не спешит. Говорит, в первую очередь нужно обеспечить внутренний рынок. Лариса Гульцева, Назар Ахмаров, Руслан Сасиков. Новости Содружества. Казахстан. Казахстанские эксперты уже говорят, что введенный России запрет на импорт сельхозпродукции из Европы и Америки благоприятно скажется на местных производителей. А председатель правления Национальной палаты предпринимателя Республики надеется, что сложившаяся ситуация даст возможность Казахстану увеличить производство во многих отраслях.